Друзья, привет! Вы на канале Воколесо и в этом видео я отвечу на самый частый вопрос, который вы задаете. Ну, может быть, не конкретно вы, но очень часто мне приходится отвечать на вопрос Посоветуйте шины цена-качество. И в этом видео я собрал 5 шин, которые считаю лучшими по этому соотношению. Они не являются самыми дешевыми, они не являются самыми дорогими. Но они в своем среднем ценовом сегменте, да, вилка ценового сегмента этого среднего, достаточно такая широкая. Но, тем не менее, они обладают потрясающими качествами именно в среднем ценовом диапазоне, являясь не самыми дорогими и не самыми дешевыми. И в этом видео я решил, мало того, что ответить на этот вопрос и показать, какие же шины я считаю самыми лучшими по этому соотношению, но мы еще и сравним все абсолютно параметры, которые можно промерить. Это жесткость состава смеси по шору, это глубина рисунка протектора, это индексы максимальной нагрузки и скорости, это толщина боковины, это вес шины, это слойность каркаса шины. Конечно же, поговорим о цене и просто займемся некоторым читерством. Почему, вы спросите? А вот смотрите, например, на Bridgestone Turanzi T005 есть евроэтикетка, а на всех остальных поставляемых в Россию шин нет. Но у нас есть немецкие коллеги и белорусские коллеги, которые этой информацией обладают. И вот, собственно, мы и сможем сравнить ту информацию, которую производители нам, жителям Российской Федерации, не дают. Ну и сразу скажу, что теория заговора о том, что шины, которые поставляются в Россию, они какие-то другие, нежели чем в Европе. Сразу же покажу. Вот Bridgestone Turanzi T005. Собственно, вы видите евроэтикетку, которая говорит ровно о том же, о чем говорит наш источник. Посмотрите, все данные полностью совпадают. Шина официально импортирована в Россию. То есть здесь вообще вопросов никаких нет. И здесь по T005 я еще немножечко оговорюсь. Это T005 с индексом скорости нагрузки 91W и амалогацией AO, то есть шины, могут быть поставлены как первичная комплектация на завод Audi. Ну, видимо, это на автомобиле типа Audi A3. И почему именно этот вариант здесь? Просто потому, что в Россию поставили именно такие шины. А в Европе, например, в Германии продаются различные индексы нагрузки. То есть там, по-моему, две вариации. Есть с амалогацией AO, есть без. Но у нас в России на сегодняшний день, на январь 2020 года, только такие. Я имею в виду, конечно же, свежую поставку. И мы, конечно же, посмотрим евроэтикетку. Этикетку, помимо Бриджстоун ТРАЗа T005, еще всех остальных шин и посмотрим, насколько же шины экономичные. Насколько же они хорошо останавливаются на мокрой поверхности, а также, насколько они шумные. Кстати, к слову сказать, что шумность это не совсем шумность в салоне. Эта шумность была введена для того, чтобы делать европейские города более тихими. То есть, чтобы шины меньше шумели и жители городов, в общем-то, меньше страдали от этих шумов. Итак, почему же вообще в принципе именно эти пять моделей я решил сравнить? Ну, во-первых, Energy XM2 это просто потрясающая модель. Она очень износостойкая, она очень крепкая за счет того, что в ней применен усиленный стальной брекер. И она еще, к тому же, по-мечленовски эластичная и очень комфортная. Yikogama ES32 моя вообще фаворитка практически, потому что она очень сбалансированная, очень тихенькая. Прям классная шина. Туранза Т005, она такая управляемая, хорошо отводит в воду, не очень шумит. В общем-то, очень такая тоже классная сбалансированная шина. Matador MP47 вообще кажется слегка инородным телом среди этих красавцев. Но, поймите, что Matador MP47 это нижняя собственная планка в этом среднем ценовом диапазоне. И шина, да, обладает, может быть, несколько более низкими характеристиками, но они все равно достаточно высокие. А вот цена, напротив, достаточно низкая. А Центурата P7, да, друзья, я знаю, что в Италии говорят Центурата. Но позвольте мне говорить, как я привык на английский манер, в общем-то, эту транскрипцию делать. Или как это правильно говорится, да? И говорить Центурата P7. Я буду говорить Центурата P7. И эта шина тоже потрясающе управляется. На автомобиль слушается руля просто как нитка за иголкой следует. Эти шины мне действительно очень и очень нравятся. Но разберемся, какая же шина самая-самая топовая именно в техническом плане, в плане того, что мы можем замерить. Итак, мы составим таблицу и будем начислять баллы. Два балла получит шина, которая является самой лучшей по одной из характеристик. А один балл получит шина, которая является, собственно, второй по одной из характеристик. Эта система очень хорошо себя зарекомендовала в других наших сравнениях и видео. Потому что шина, даже если она заняла по одной из характеристик самое последнее место, но оказалась очень на хорошем уровне в других характеристиках, она, конечно же, также оставляет шансы за собой выиграть в этом топе. Итак, давайте начнем с жесткости состава смеси по шору. Мы сделаем три измерения для каждой модели. И выведем среднее также для каждой модели. И посмотрим, какая же шина обладает самым мягким составом смеси верхнего слоя протекторной ленты. И будем считать, что самая мягкая, она же самая лучшая. Ну, самая мягкая обычно лучше всего цепляется за дорожное полотно. И на хороших дорогах будет самой приятной. Итак, первое измерение 65,5 единиц шора. Второе измерение также 65,5. И третье измерение 67 ровно. И средний показатель это 66 ровно единиц шора. Первое измерение 69,5 единиц шора. Второе измерение 70 единиц. Третье измерение 69,5 единиц шора. И средний показатель 69,7. Первое измерение 66 единиц шора. Второе измерение 67 ровно единиц шора. 64,5 это третье измерение. И средний показатель это 65,8. Первое измерение 67,5 единиц шора. Второе измерение 71 единица. третье измерение 69,5 и средний показатель это 69,3 единиц шора. Итак, первое измерение это 62,5 единиц шора, второе измерение 64 ровно, третье измерение 65 ровно и средний показатель 63,8 единиц шора. Итак, самой мягкой шиной по составу резинотехнической смеси оказалась Центурата P7, И это показатель 63,8 единиц шора. А на втором месте Т005, а Bridgestone совсем-совсем немножечко опередив NRG XM2. Но такие уж правила, поэтому Pirelli Centurata P7 2 балла за жесткость состава смеси или за мягкость, как угодно. А Turandia T005 1 балл в копилку. Итак, глубина рисунка протектора мы измерим. Я буду считать самой лучшей шиной по этой характеристике ту шину, которая будет иметь самый глубокий рисунок протектора. Потому что, собственно, это позитивно влияет на водоотвод первое и на ходимость это, собственно, второе. Итак, XM2 Michelin 7,3 мм. Ну, давайте 7,4 мм, потому что правила округления все-таки действуют. 7,4 Michelin, собственно, и как гамма. 7,1, да, 7,1 глубина рисунка протектора. T005 Bridgestone 7,1, то же самое. Matador MP47 8 мм. И Centurata P7 Pirelli 8,1. Соответственно, победителем по глубине рисунка протектора становится, так же, как и по жесткости, Pirelli Centurata P7. А вот второе место за Matador MP47 и 8 мм глубина рисунка протектора ровно. Итак, индекс максимальной нагрузки и скорости. Первое, что будем оценивать, это индекс максимальной скорости. И мы с вами видим, что XM2 это V. Индекс максимальной скорости 240 км в час. То же самое на Ikogami V240. У Turanze W это 270 км в час. У Matador H и это 210 км в час. И у Pirelli Centurata P7 также V это 240 км в час. Таким образом, вы видите, что самая скоростная шина из них Turanze W. Это 270 км в час и 2 балла в нашу, собственно, таблицу. И 3 экземпляра. Energy Michelin XM2, Ikogami ES32 и Centurata P7 набирают по 1 баллу, потому что у них равенство в этом компоненте. Ну, а Matador выглядит здесь аутсайдером. Но я вначале и говорил, что у него некоторые характеристики могут быть пониже. Но он подкупает своей ценой. И давайте посмотрим на индексы максимальной нагрузки. Здесь полный паритет. 91 здесь, 91 здесь, здесь, здесь. Ну и, собственно, у Pirelli тоже. Поэтому здесь баллы я просто начислять не буду. Пусть у всех будет нолик. Ну, ты или можно начислить всем 2, но разницы, я думаю, что абсолютно никакой нет. На итоговый результат не повлияет. Поэтому вписываю в таблицу нули. Ну и давайте взвешивать. Посмотрим, какая же шина самая легкая. То есть, самой легкой шине я буду начислять 2 балла, потому что самая легкая шина дает автомобилю более динамичный разгон. И несколько более она будет экономичной. Итак, первый. Michelin Energy XM2. 9,3. Yekagama ES32. 8,7. Bridge. 8,0. Итак, Matador. Так что у нас здесь 8,0. И Centurato PS7 в руке ощущается самой тяжелой. И здесь у нас 9,0. Но несмотря на то, что вес ощущался в руке у Centurato PS7 самым высоким, тем не менее Energy XM2, да, XM2 среди этих пятерых красавцев оказался самым тяжелым. Вот такая вот удивительная штука, потому что Michelin все-таки считается все-таки достаточно легкой шиной. Но XM2, помните, я в начале видео говорил, что у них усиленный стальной брейкер. Вот, наверное, оттуда ноги и растут. И тем не менее, самыми легкими шинами в этом размере оказались Teno 05, Bridgestone и Matador MP47. И это 8 килограмм. Мы начислим им по 2 балла. А, собственно, на втором месте 8,7 килограмм. Это ES32 Yekogama. И 1 балл в копилку. Итак, давайте поговорим о цене. Цены все я выведу вам на экран. И это цены рекомендуемые розничные на конец января 2020 года. И рекомендуемая розничная цена, это именно цена, которая рекомендуется импортерам, то есть изготовителям, по факту. В магазинах может цена немножечко отличаться. Может отличаться в меньшую сторону, если магазин какую-то скидку делает, допустим. Может отличаться в несколько большую сторону, если магазин находится в каком-нибудь очень отдаленном регионе, например. Тем не менее, на экране вы увидите рекомендуемую розничную цену. И относительно нее мы, конечно же, будем и начислять баллы. Итак, самая недорогая шина, как и предполагалось, это Matador MP47. А на втором месте по цене и 1 балл. Матдор-то получил 2 балла свои законные, а Eka Gama получает свой 1 балл, потому что является тоже очень недорогой шиной. Итак, самой не шумной шиной в соответствии с евроэтикетками является Eka Gama S32. Второе же место делят Michelin Energy XM2 и Centurato P7. По топливной экономичности лидером является Michelin Energy XM2 и, соответственно, получает 2 балла в нашу копилку. А на втором месте все 3, ну, все 3, кроме Matador MP47, претендента, то есть Перелец и Centurato P7, претендента на победу в нашем топе. Туран за T-05 и Eka Gama ES32, и это 1 балл. И по торможению на мокрой поверхности, а торможение на мокрой поверхности имеется в виду прям-таки по прямой. Лидером является Michelin Energy XM2, а на втором месте тоже, как и по топливной экономичности, ES32 Eka Gama, T005 Bridgestone и Перелец и Centurato P7. И для того, чтобы посмотреть слойность каркаса шины, тредве, то есть износостойкость, я сложил шины вот таким вот образом. И давайте начнем со слойности каркаса шины. Сразу же маленькая ремарка. Посмотрите, тред плайс, то есть тред это та часть, которая соприкасается непосредственно с дорожным полотном, то есть слои каркаса вот здесь. А сайдволл это боковина, соответственно, на Michelin Energy XM2 тред плайс, то есть вот эти слои, это 1 слой полиастера, двойной стальной брейкер и 1 слой полиамида. На боковине 1 слой полиастера, то есть 4 плюс 1. И на Ikogama ES32 производитель предпочел не указывать слой несколько каркаса шины, и поэтому здесь будет без оценки, то есть, иными словами, 0 баллов. Bridgestone T005, один слой полиастера, двойной стальной брейкер, один слой полиастера и один слой полиастера на боковине, то есть 4 плюс 1. Matador, 4 плюс 1. Centurato P7, 4 плюс 1. И здесь Ikogama вытащила просто счастливый билет, потому что 0 баллов, потому что ничего не указано, но и у других шин все абсолютно одинаково. 4 плюс 1 слойность каркаса, и здесь будем начислять 0 баллов всем. Можно начислять, конечно, как я уже говорил, и 2 балла при абсолютном равенстве у всех, но ситуация это не поменяет, поэтому давайте, как и прежде, начислять 0 баллов. Итак, посмотрим толщину боковин, и здесь 2 балла я буду начислять в шине с самой толстой боковиной, потому что считаю это весомым вкладом в надежность шины в целом. Michelin XM2, 7,3. Ikogama ES32, 6,3. Видно вам, да? 6,3. Ubridja, 6,1. Matador MP47, 7,3. Centurato P7, 6,9. Итак, самыми толстыми боковинами обладают Michelin Energy XM2 и Matador MP47, это 7,3 мм у обеих шин, и 2 балла в копилку обеих моделей. И второе место, 6,9 мм, это Centurato P7. И далее износостойкость Threadway, здесь мы не будем считать и переводить в километры, потому что формулы бывают разные, и они все не являются точными, но будем знать одно, что самая высокая цифра Threadway, это самая высокая износостойкость. И наоборот, чем цифра ниже, тем износостойкость ниже. Michelin Energy XM2 Threadway 420, и Kagama ES32 Threadway 300, Bridgestone T-005 Threadway 320, Matador Threadway 360, Centurato P7 Threadway 260. Самая износостойкая шина, по заявлению производителя, конечно, потому что именно относительно маркировки на боковине мы все и посмотрели. Итак, XM2 Michelin 420 Threadway, и это лучший показатель из этих пяти шин, а второй показатель из этих пяти шин 360 у Matador MP47, и 1 балл в копилку. Давайте смотреть трекшн. Michelin Energy XM2, трекшн A, Kagama ES32, трекшн A, Bridgestone, трекшн A, Matador, трекшн A, Centurato P7, трекшн 2 буквы A. Как вы видите, все абсолютно равны, кроме Centurato P7. Он ровнее, потому что две буквы A и наивысший показатель торможения на сухом асфальте, а все остальные имеют тоже высокую оценку, но одну букву A. Таким образом, Centurato P7 2 балла по этому показателю, все остальные по одному баллу. Ну а температуры у всех одинаковые, то есть все одинаково хорошо, даже отлично будут бороться с нагревом шины, то есть с сохранением ее свойств при эксплуатации. И здесь мы начислять, как мы уже решили, ничего не будем. Итак, все, что можно было посчитать и промерить, все посчитано и промерено, и время подводить итоги. И с самыми лучшими шинами по соотношению цена и качество, посмотрите на свой экран. Становятся две шины, это Michelin NRG XM2 и Centurato P7. Они набрали одинаковое высокое количество баллов, это 11 по нашей таблице. И это самые лучшие шины по отношению цена и качество. И на втором месте, кстати, по Michelin, кто бы сомневался, да, особенно по Michelin, а вот тут интересная штука, что на втором месте Matador MP47. Хотя, что тут удивляться, мы изначально говорили о том, что это потрясающий баланс качеств по очень невысокой цене. Но, а на последнем месте, но с минимальнейшим отрывом, это Ikagama ES32 и Turanza T005. Но надо понимать, что это настолько классные шины, что их тоже можно выбрать. Почему, вы скажете? А вот почему, потому что Turanza T005 это самая скоростная шина. Плюс ко всему, она самая легкая. А вот Ikagama ES32 самая тихая. Вот почему можно выбрать и эти две шины тоже. Из них нет ни одной плохой. Просто есть те шины, которые, как вы часто спрашиваете, какая же лучше по соотношению цена и качество. Самые лучшие, по факту, это Michelin Energy XM2 и Pirelli Centurata P7. Но у всех других есть тоже очень большие плюсы. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Потому что это все дает нам лучшую мотивацию делать эти видео для вас и дальше. И спасибо большое, что досмотрели до конца. Пока-пока.